Лев или тигр? Кто победит в схватке? Тигр и лев – это титаны кошачьего мира. Каждый из хищников вызывает уважение и почтение. Итак, для начала давайте сравним размеры самых больших львов и тигров. Оба этих хищника относятся к одному роду. Масса самца льва может достигать 250 кг. Самым крупным подвидом считается барбарийский подвид, но в природе чистокровных львов этого подвида уже по всей видимости нет. Лев – самый высокий из всех кошачьих, у львов сильнее развита мускулатура ног и в этом они превосходят тигров. Длина тела льва без учета хвоста достигает 270 сантиметров. Также у льва есть защитная грива, которая защищает его шею от укусов противников. Тигр. У тигров тоже несколько подвидов, но самый большой подвид тигра – это бенгальский подвид. Общая длина бенгальского тигра без учета хвоста доходит до 260 сантиметров, а вес – около 280 кг. И по размерно-весовым параметрам тигр выигрывает у льва. Также стоит отметить, что клыки бенгальского тигра – самые большие из всех представителей кошачьих и могут достигать 9 сантиметров. Сила челюсти тигра составляет 80 атмосфер, тогда как у льва всего 50 атмосфер. Также тигр может развить скорость до 80 км в час, а лев – только до 70 км. К тому же размер когтей у тигра в среднем больше на 1,5 сантиметра, но плотность когтей льва выше, то есть когти льва крепче. Итак, что же получается в итоге? Тигр крупнее и тяжелее льва. У тигра сильнее челюсти, больше размер клыков. И в скоростных качествах тигр также превосходит льва. Но в целом лев и тигр обладают почти одинаковой силой, да и схватка между ними в дикой природе почти невозможна, так как единственная страна, где эти два вида живут в природе и пересекаются – это Индия. Но все же, при прочих равных, если опираться на вес и размер, можно склониться к победе тигра. Но есть одно обстоятельство, которое заставляет верить в победу льва. Львы живут в прайдах, то есть в стаях, где один главный самец и много самок. Но ведь стать главным самцом молодой лев может только завоевав это место. На пути к вершине лев проводит жесточайшие битвы с такими же молодыми львами, а победив молодых, бросает вызов вожаку. И даже будучи вожаком, лев непрерывно участвует в боях, потому что очень многие молодые львы хотят быть вожаками. Вот и получается, что лев – это тренированный боец, который дерется не от случая к случаю, как тигр, а постоянно оттачивает свои бойцовские навыки в битвах за трон. Так что считаю, что победу одержит все-таки лев.